Для правильного штриха нам нужно учитывать то, что у нас две точки опоры. Линия должна иметь плавный вход и плавный выход. Тренировку на листочке не стоит недооценивать. Какие могут быть ошибки? Мы с вами будем учиться тренироваться и делать такие вот блоки. Чтобы стать самым лучшим мастером, нам нужно с вами выполнить всего лишь 5 заданий. Всем привет! Меня зовут Аня. Я мастер студии Ольги Ханефи. Сегодня мы с вами обсудим такую тему, как штрих перманентного макияжа. Если ты хочешь научиться делать качественный прокрас, работать без стыков и пятен, а также самостоятельно поставить себе руку и получить приз, тогда не переключайся, смотри это видео до конца. Штрих перманентного макияжа – это основа основ. Это фундамент нашей профессии. Каждый мастер хочет поставить себе руку. И в погоне за этим ходит на различные мастер-классы. Но все гораздо проще. На самом деле нужно выполнять ряд упражнений, которые помогут это сделать. И сейчас я вам это покажу. Для выполнения упражнений нам понадобится обычный листок А4 и шариковая ручка. Самое главное – постановка руки. Для правильного штриха нам нужно учитывать то, что у нас две точки опоры. Первая – это на мизинчик, а вторая – на локоть. Главный у нас палец в работе – это указательный. Средний палец – он поддерживающий, а большой палец – он просто обнимает манипулу. Чем ближе вы поставите пальцы к основанию, тем более скованным будет ваше движение. Если вы слишком высоко поставите руку, то движение будет расхлябанным и неуверенным, рваным. Поэтому найдите для себя эту золотую середину. Машинка, или в данном случае ручка, должны быть перпендикулярной поверхности, на которой мы работаем. Движения должны быть раскачивающимися, легкими и без зажима. Начнем мы с базового штришка на себя. Любой штрих, он начинается с линии. Линия должна иметь плавный вход и плавный выход. Серединка должна быть самая интенсивная. Если в макро показывать, то вход у нас такой легкий, серединка более интенсивная и выход легкий. Мы с вами будем учиться тренироваться делать такие вот блоки. Тренировку на листочке не стоит недооценивать. Для начала нужно учиться делать это на бумаге. Это нам нужно для того, чтобы выработать мышечную память. Контролируем расстояние между штришками, длину штришка. Для удобства вообще можно включить себе метроном и делать, ориентируясь на звук. Спешить здесь никуда не нужно. Если что-то не получается, ничего страшного, остановитесь и проанализируйте. Какие могут быть ошибки? Может быть тяжелый вход, а выход легкий. Почему это неправильно? Потому что когда у нас пойдет наложение штришка, допустим, мы отступаем 50%, и опять здесь входим так тяжело, дублируем опять 50%, входим тяжело. Получаются вот такие вот полоски. Пигмент на коже заживает точно так же, аналогично вот этому листочку. Чтобы этого избежать, контролируйте легкий вход и выход. Остановились и спустились. Почему я говорю спускаться на 50%, кто-то спускается на 20%. Это зависит от того, каким пигментом вы работаете. Если вы работаете на органике, то мы можем себе позволить штрих сделать более разряженным и воздушным. Те, кто работает на минералах, соответственно, у них работа идет такая более плотная, более контурная. Первое упражнение нам нужно с вами сделать одну горизонтальную линию. Стрижки между собой должны быть плавно переплетены, не должны быть видны никакие стыки. Если что-то не получается, не переживайте, ничего страшного. Сделайте еще несколько таких линий, и у вас все получится. Сейчас у меня под бумагой планшет, но вы можете попробовать постелить себе что-нибудь помягче. Например, латекс или какой-нибудь коврик. И продолжаем так тренироваться. Возможно, кажется, что это скучно и бесполезно, но поверьте, это даст свои плоды. И таким образом продолжаем двигаться дальше. Дочерчиваем эту линию до конца. И для эффективного выполнения упражнений таких линий лучше сделать три. Далее я предлагаю сделать вертикальные линии. Закончили этот блок, и давайте спустимся вниз на 50%. И вплетаем. У вас должно получаться равномерное полотно с легким началом и легким выходом. Расстояние между штрижками должно быть одинаковое. Если мы будем отступать, то будут получаться вот такие вот полосочки. И таких вот горизонталей туда делаем до конца. И тоже давайте сделаем три. Для упрощения задачи можно использовать линейку. То есть, когда вы будете делать вот эту вот горизонталь, вы можете себе отметить вот эту вот длину, очертить себе это пунктирами и работать вот в пределах этого прямоугольника. Следующее наше упражнение это крестик. Для этого нам точно понадобится линейка. Это упражнение нам нужно для того, чтобы тренировать легкое сплетение. То есть, мы будем в серединке пересекать наши горизонтали, и это должно выглядеть максимально плавно и незаметно для глаза. Вот такой вот у нас крестик получился. И начинаем с горизонтали. От самого начала. Такие тренировки помогут нам выполнять нашу работу без стыков, без пятен. Вам легче будет работать с контурными работами, с тенями. На этом этапе мы можем начать продвигаться вниз. Тут важно как раз-таки вспомнить наше первое упражнение и вплетать аккуратно, без стыков. То есть, серединка у крестика будет самая насыщенная и темная. Все, вертикально с вами получилось темнее, чем горизонталь, потому что тут у нас были наложения друг на друга. Тут такой более воздушный штрих, а тут это штрих с наложением. Это упражнение мы закончили, его тоже рекомендуется выполнить три раза. Для следующего упражнения мы с вами нарисуем букву М. Ставлю тут себе один сантиметр и тут один сантиметр. И снизу вверх начинаю двигаться плавными штришками. На что здесь важно обратить внимание? На то, чтобы штришок не выходил за эту линию. Если, конечно, там будет торчать один миллиметр, ничего страшного, но все равно контролируйте это и обращайте на это внимание. Это упражнение помогает развивать нам пространственную ориентацию. Наша горизонталь идет вверх и от этого изменяется угол штришка и длина. Все, эту линию мы закончили. Для проверки себя можем взять линейку и продублировать параллельную линию. Здесь я немножко выскочила, но в целом можно сделать вывод, что параллельность была соблюдена. Далее мы с вами идем на спуск вниз. По аналогии точно так же здесь отмечаем свою длину штришка, здесь дублируем и идем точно так же, только снизу. С помощью следующего упражнения мы будем с вами тренировать градиент. Начинаем со штришками, которые ставим плотно-плотно друг к другу. Градиент получается за счет того, что штришки близко поставлены друг к другу, то есть они не глубоко засажены, а просто близко-близко к друг другу поставлены. Здесь уже можем начинать делать штрих такой более разряженный, воздушный. Пространство между штришками может становиться больше. Я могу вернуться и немного добавить насыщенности. То есть тут я условно делю наш отрезок напополам. В этой половине я стараюсь штрих сделать более плотным, а здесь более разряженным. То есть такой вот у нас получается переход резкий. А на спуске я уже буду стараться делать его более плавным. То есть я нашу линию разделю условно на четыре части. То есть тут у нас будет с вами самый интенсивный блок, а тут самый разряженный светленький. И начинаем. Сейчас они у нас такие будут плотные-плотные. Прям часто-часто так на одном месте. Можно чуть-чуть вернуться. Здесь у нас уже штрих будет такой повоздушный. Здесь еще более воздушный на этом блоке. И здесь самый легкий. Расстояние между ними большое может быть. Буквы М закончили. Давайте это упражнение выполним два раза. Заключительное наше упражнение будет напоминать звуковую волну. Оно будет начинаться с такого вот маленького коротенького движения, почти с точки. Дальше идти на расширение. Тут еще больше, еще длиннее. И начинаем дублировать и сужать почти до точки. Опять его расширяем. Это упражнение нам нужно для того, чтобы затемнять какие-то зоны. Затемнение добивается за счет плотности штришка и за счет длины. То есть чем штришок короче, тем он более насыщенный. Как это выглядит на машинке? Когда я провожу движение, делаю таким вот больше воздушным, таким вот размашистым, машинка выдает нам вот такие вот разбросанные точки. Когда я делаю медленное движение, машинка выдает нам точки, которые ближе к друг другу поставлены. То есть работа получается более темная. Эти ромбики, они должны быть примерно одинаковые. Первая попытка, она, конечно, будет выглядеть грязно и неравномерно, но примерно на третьей линии вот этой звуковой нашей дорожки упражнение уже будет выполнено чисто. И так продолжаем до конца. Таких звуковых дорожек давайте сделаем с вами две. То есть, чтобы стать самым лучшим мастером, нам нужно с вами выполнить всего лишь пять заданий. Первое, это значит штришки в горизонталь. Второе, штришок в вертикаль. Третье, крестик. Четвертая, буква М. И пятая, звуковая дорожка. Не ленитесь, практикуйтесь, отправляйте нам ваши работы. И трое самых лучших получат призы. Все подробности в описании к этому видео. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Делитесь этим видео со своими друзьями. И оставайтесь вместе с нами. Всем пока! Ты должна это сделать, чтобы оказаться там. Ты должна сделать вот это. Встань и иди. Обними ближнего. Ударь с тебя по груди. Ты лучший. Вспомни того школьника, который тебя обзывал. Сделайте штрихи, ты будешь лучше, чем он. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!